Друзья, приветствую! Тимур из Нальчика прислал образцы масла Mobil 1 ESP 530. Сейчас я вам вскрою, покажу описание автомобиля, условия эксплуатации. Это Toyota Camry 2GR FE 3.5. Вот описание, условия с пробегом до 100 тысяч и пробег на масле практически семь с половиной тысяч. Средней скорости нет, есть предположительная 30, но мне кажется, честно говоря, что это завышен результат 30. Это оптимистично. Значит, свежая отработка и одну баночку. Тимур присылал Mobil 1 FS 530 для проверки, скажем так, оригинальности. Эталон у меня есть. Много раз я очень проверял данное масло, поэтому сейчас сравню свежая от Тимура со своим эталоном и посмотрим, что намерит там прибор. Так, это чистота окон, измерение фона. Сейчас вот происходит измерение масла. Вот я закладываю. Давайте посмотрим. Так, значит, 95 процентов по противоизносным, очень рядом. Вот здесь гликоль непонятно, честно говоря, загадочно, необъяснимо. Эталон, в эталоне кислотная была 2,06, здесь 2 ровно. И щелочной в эталоне 8,7, а здесь 8,5. В принципе, все в пределах погрешности. Вот, судя по сульфатированию и окислению, все это да, это Mobil. Сомнений в этом у меня нет. Ну и можем, в принципе, приступать к проверке отработки. Так, по отработке. Описание. Как я уже говорил, это Camry у нас 16-го года с двигателем V6 3,5, 2 GR FE. Ну, я нашел данные, что 277 сил. Объем масляной системы 6,1 литров, пробег 92,5 тысячи, 7500 на масле, бензин, башнефт 95. Так, противоизносных присадок 46 процентов. Гликоли одна десятая. Так, смотрите, сажи нет. Отлично происходит процесс загорания. И, значит, кислотная 2,63. Не сильно масло окислилось, то есть хорошо сопротивляется. И щелочное 4,4. В общем-то, вот масло еще живое. Здесь один вопрос по противоизноске, но в данном масле много эстеров, поэтому я не думаю, что это вообще является какой-то проблемой. То есть она есть по факту, но она делит свои функции с эстерами, которые создают более толстую и более, намного более прочную пленку. Сейчас я покажу вам сравнение вязкости. Интересно, что произошло. Ну, даже если допустить, что это 30, хотя, ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что это 30 километров в час. Мне кажется, поменьше. Вот, мне кажется, там в районе, скорее, блин, 25. Ну, могу ошибаться. То есть это 300 моточасов. Это серьезный такой достаточно уже результат. Так, и смотрите, связкость практически неизменна. Ну да, здесь видно, что есть трасса. Масло отлично себя ведет. Все стоит, мотор не льет, ничего. Все как бы, все прекрасно. Да, не забывайте отметить видео, подписаться на канал. Если не подписались, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И прогноз. Значит, учитывая то, что моточасов и средней скорости достоверные, скажем так, нет. Поэтому я использую только километраж. Получается, что прогноз в данном автомобиле в данных условиях чуть более 10000 по моющим нейтрализующим свойствам, практически 12000 по нейтрованию и бесконечность по вязкости. Ну, сами видели, вязкость это примерно плюс 6 процентов от максимального. Ну, такое условно. Вот, я считаю, что это масло стоит на месте. То есть все прекрасно. Проблем с мотором я не вижу. Это видны и пассажи. Есть гликоля одна десятая, но это такая погрешность туда-сюда. Это граничное значение. То есть там где-то то, где-то сё, где-то какая-то присадка в топливе. Ну, сложно сказать. Так, в общем-то, все хорошо. Ну и вопрос, конечно, открыт. Сколько это по моточасам? Было бы, конечно, интересно. Если это там 25 километров, то это 400 моточасов. Ну, в любом случае, я думаю, что здесь, даже если ориентироваться на данные от Тимура, 30 километров, то это 350 моточасов. 330-350 моточасов здесь на масле в любом случае есть. Ну, все мы знаем, что это крепкое масло. Вот. Уже не раз его проверяли. Мобил отличные делает масла. Топовые. Особенно вот линейка это. Мобил 1. Вот такой получился тест. Благодарю Тимура за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.